Не выселяйте. Верный друг здесь живет мой верный друг. Знаете, я не так часто посещаю приют, потому что для меня это очень тяжело, как эмоционально, так и физически. Но если я собираюсь с духом, то находясь там, я испытываю колоссальный спектр эмоций, от радости до душерадирающей боли в сердце. Но я точно знаю, что я делаю правильное дело. Почти каждый ребенок в мире мечтает завести домашнее животное. Собаку, кошку или какое-нибудь другое домашнее животное. У кого-то мечты сбываются быстро, словно по щелчку, а кому-то приходится ждать очень долго, пока их мечты забудутся. Как ни странно, раньше я тоже был маленьким ребенком, и я тоже мечтал о домашнем животном. И мои мечты сбились. Даже сейчас, будучи взрослым, у меня есть животные, которых я очень сильно люблю. Это мой лучший четвероногий друг Кузя, и мой тоже любимый четвероногий кот Марсик. Кузе три года Марсику, 20 лет. Вот такие дела. Но вы должны прекрасно понимать, что не всем домашним животным повезло, как моим. Я отброшу разные ситуации, из-за которых домашнее животное оказалось на улице, а просто перейду к сути дела. В поселке, где я проживаю, существует несколько приютов для животных. Но речь пойдет об одном, который сейчас нуждается в помощи больше всего. Это приют Верный Друг. Я бывал там много раз и снял пару роликов. Верный Друг существует 9 лет, и за это время было проделано колоссальная работа. В общем, людей, которые по собственному желанию ходили в приют, жертвовали не только деньги, но и время, силы, эмоции. Верный Друг очень сильно преобразился. Стал домом животных, которым не так повезло. Но все же они обрели дом. Сейчас приют пытаются выселить их место расположения. Я оставлю все ссылки в описании под этим видеороликом. Не поленитесь, прочитайте. Я считаю, что приюту нужно отдать эту землю в использование, так как Верный Друг проделал и проделывает колоссальную работу. Туда входит огромное количество людей, волонтеров. Среди этих волонтеров бывают и дети, и семьи. Туда приходит огромное количество людей, которые хотят помочь, подарить свою доброту, любовь, ласку, энергию всем окружающим там людям, и в том числе животным, которые очень нуждаются в этом. И в ответ животные также дарят свою любовь, доброту, энергию и ласку. Как бы это даже не звучало, но если вы не верите в это, то просто в свое свободное время придите в любой приют и просто своими глазами посмотрите, как и что там обстоит. Как и приют изменился. Как огромное количество людей туда приходят, выгуливают собак, кормят, помогают своим временем, своим силами, всем своим присутствием. Спасибо огромное, что вы смотрели данный видеоролик до конца. Распространите его, покажите своей семье, близким, родным, любящим вас людям и просто всем окружающим. Всю необходимую информацию я укажу в описании под роликом. Еще раз огромное спасибо вам и до скорой встречи. Чем важен для вас приют «Верный друг»? Приют «Верный друг» это та общественная организация, можно так сказать, куда мы уже на протяжении четырех лет приезжаем со своими волонтерами из Кировского района. Это отряды Кировского района, представляющие школы, центр молодежный. И в этом движении уже более двух тысяч человек, которые именно помогают, собирают средства, помогают кормами, приезжают сюда непосредственно и оказывают помощь. Чем он для нас важен? Он важен тем, что это огромный плац для воспитания подрастающего поколения, для детей, для молодежи. Они здесь учатся доброте, ответственности, какой-то инициативе. И почему из Кировского района мы сюда приезжаем? Да потому что это очень близко, это очень рядом. Расположен он в удобном месте. И сюда вложено очень много, конечно же, уже ресурсов. Даже вот при нас мы начали приезжать в 2015 году, и вот сейчас это небо и земля. И очень важно, чтобы дети не были разочарованы, потому что их труд тоже сюда вложен. Их души, их силы, и поэтому мы очень заинтересованы, чтобы приют оказался, остался на этом месте, и его власти поддержали. Почему важно оставить приют верный друг на этом месте? Ну, потому что в это место было вложено очень много сил за эти 9 лет, и в последние годы он очень преобразился за, так сказать, с помощью волонтеров, людям, которые неравнодушны. Также подключились в последнее время школьники, которые очень много работы здесь производят непосредственно. И, ну, все, грубо говоря, здесь отдыхают в душе, помогая собакам, делая доброе дело, то есть, ну, становятся лучше. Поэтому я считаю, что он должен оставаться там, где он находится, а не гонять его на руку. Потому что, ну, невозможно перевезти такое количество собак, такое количество вольеров. Просто нам никто не поможет, я думаю. Мы не найдем таких, как минимум, средств и столько сил, чтобы заново отстроить то, что было построено за 9 лет. Поэтому вот это его место оставляем здесь. Чем важен для вас приют верный друг? Ну, приют верный друг прежде всего важен для нас, то, что здесь мы приходим помочь животным, отдать свою доброту. Важнее самое главное всего получаем, что мы получаем от них. Ведь даже вот прийти один день, побыв здесь полдня, ведь вот я честно скажу, целую неделю потом ты находишься в таком вообще состоянии, что вообще ничего не страшно и очень хорошо жить. Вот я хочу от себя сказать, что приют верный друг, я его знала очень давно уже и помню, как здесь все начиналось. Здесь была огромная большая свалка, здесь было огромное количество мусора. Вот, и в общем-то, вот что сейчас происходит за 9 лет на этом месте, это просто небо и земля. Какие прекрасные вольеры. Ну, просто даже я не знаю, что сказать, все очень замечательно. Очень много молодежи приходит в верный друг. Здесь ребята учатся доброте. Ну, я не знаю, ну, всему самому лучшему, все качества, которые владеет человек, вот, и совесть очень хорошо, кстати, влияет, вот, как я говорил с молодым человеком, вот, что когда начинают дружить по совести, смотря в глаза животным, и, в общем-то, как бы, конечно... Не знаю, дождь. Вот, кстати, вот мои друзья близкие, это мама с дочкой, вот, Настенька, у нас совсем молоденькая девушка, но она вот очень любит животных, и вот тоже вот приезжает верный друг. Вот расскажи нам, что же... Чем он важен для тебя? Ну, сюда приезжаешь, помогаешь животным, это очень важно, развиваешься нравственно. Я вот лично, я сама люблю животных, я детей воспитываю в таких животных, чтобы не обижались, чтобы любили, чтобы... Ну, всегда слабому нужно помогать. Вот эта сложившаяся, конечно, ситуация, что сейчас с выселением приюта, это, конечно, глобальная катастрофа, потому что просто это, во-первых, куда и чего и как, и вот эти вот последние ангелы на земле, когда про них говорят, ну, просто что... Вот просто прошу от всего сердца, от всей души, чиновников, власти, я не знаю, людям, кто... Посмотрите, и вообще, что и как. И люди, пожалуйста, если кто-то может помочь, может быть, какими-то советами, делом, действом, какие-то юристы, что-то, большая просьба, очень лично, прям обращаюсь и прошу, помогите, пожалуйста, верному другу, чтобы не трогали, чтобы приют остался на своем месте. Собаки и кошки, которые оказались здесь, у них очень непростая сущная судьба. Здесь их спасли, они обрели дом, получили любовь и заботу. И это будет слишком жестоко, и они не заслуживают того, чтобы снова оказаться на улице. Мы в ответе за тех, кого приручили, я считаю, что в приют приезжает большое количество школьников, студентов. И здесь они, приезжая сюда, они прибивают хорошие ценности, которые будут передавать своим детям. И я считаю, это прекрасно. И такое должно быть. В общем, я считаю, что приют, верный друг, обязательно нужно оставить на этом месте. За 9 лет огромное количество людей уже знает о его местоположении и приезжает сюда со всех концов нашего города, из области. И я думаю, что абсолютно нецелесообразно менять это место. Столько символов нужно, столько времени. Здесь покупали все от мала до велика. И сейчас приют просто находится в замечательном состоянии. Волонтерам очень хочется, чтобы именно за приютом, верный друг, осталось это место. Оно имеет свою энергетику. И очень хочется туда приезжать и помогать каждый раз все больше и больше. Не выселяйте приют, верный друг. Не выселяйте приют. Редактор субтитров А.Семкин